Есть картины про то, как, помните, у Брэдбери эффект бабочки своеобразный, когда происходит некое изменение, потом волна за волной нагоняет настоящий момент из прошлого, и что-то происходит обычно жуткое, трагическое с теми, кто в этом времени находится. И вот фильмы Абдрашитова, они вот сейчас тоже нагоняют. То есть оказывается, что в них было что-то такое, что тогда в 70-е, 80-е годы мы вряд ли понимали, а теперь вдруг вот становится ясно и самое интересное в них. И вот это жуткая аллегра Нонтропа Шостаковича и, ну как тут не вспомнить, кстати, еще один интертекст, меланхолию Триера, планета-убийца. И много-много чего такого, что раньше не существовало примитивно к этой картине, а теперь вдруг открывает в нем, в интерпретации этой картины, совершенно новые возможности. Ну давайте я тогда уж ладно расскажу, а потом мы, может быть, на уровне вопросов обо всем. Для меня это, я уже сказал, что и классический, и не классический Абдрашитов. Это тот же самый тандем, это сценарий, который долго очень взоревал у этих авторов, это сценарий, в который много было вложено другого, что в каких-то картинах предыдущих не было сформулировано вовремя. И все в нужный момент выстрелило, и обросло формой притчи, и оказалось для цензоров тем, что не зацепишь, а хочется укусить. Вот об этом, кстати, первый отрывок Миндадзе говорит. Они сами не понимали, что им не нравятся, цензоры. Смутное беспокойство цензоров вылилось в добавленный по их настоянию открывающий титр, почти фантастическая история, ритуальные заклинания, будто бы избавляющие картину от необходимости полного правдоподобия. Вот это одна из единственных, может быть, но если не единственная уступка цензорам, титр почти фантастическая история. Так, чтобы не докапывались зрители, почему непонятно нашему советскому зрителю происходящее в этом фильме. А еще, правда, требовали, конечно, от Абдрашитова расширить открывающую часть экспозицию. Здесь она укладывается в 6 минут, когда она представляет героев. Но в сценарии фильма, который тогда назывался «Сборы», личность каждого из них более подробно прописывалась. Ну, тут мы по уговоркам узнаем, что вот, например, от Жиркова ушла жена, что у Пухова тоже в семье не лады. А помните, например, девушку, когда астроном Герман Иванович выходит из своего учреждения на крыльце, за ним девушка симпатичная. Это его любовница в сценарии, поэтому там такой Данелевский осенний марафон, жена-любовница, и у него в семье тоже что-то такое происходит любопытное. И поэтому и вот эта начальная часть, и финальная часть уже могла бы быть совершенно другой. Сценарий это было тоже гораздо более полно обрисовано. Например, то, что они возвращаются в город, и снова, кстати, начинается какая-то игра. Пароли, явки, тоже как будто мы оказываемся в фильме «Армавир», где на большом колесе звучат такие пароли города. Так вот, здесь это тоже была бы еще дополнительная линия, когда каждый не спешит возвращаться в семью, а когда они как бы прячутся дальше по конспиративным квартирам, и завязываются еще какие-то интересные линии отношений, поэтому в эту сторону тоже фильм открывается, он мог быть гораздо более полным. И вот сценарий рекомендовали эту часть расширить, но все равно, несмотря на то, что Абдрашитов сказал, что он ее расширил, ограничилось дело этими шестью минутами, где нам очень кратко представляют героев. Про интертексты, раз вы уже начали замечать, тут, конечно, очень много интертекстов, еще не названных. Для меня это вообще очень европейское кино, где мы как будто бы на таких пустошах Антониони, потом идем по проселочной Бунюэлевской дороге из скромного обаяния буржуазии, попадаем в Феллиниевский город-женщина, одноименный фильм, и поэтому он совершенно по духу европейский, а главный европейский текст это Ильяда и Одиссея, несомненно. И тоже, кстати говоря, есть ключ к этому ключу. В романе Альберта Моравия и одноименном фильме Гадара «Презрение» дается гениальная интерпретация того, почему это Одиссей так долго не возвращался на родную итаку. Все дело в том, по предположению героя этой картины и романа, что ему обрыгла Пенелопа. И поэтому обратный путь, путь домой, путь с военных сборов, кстати говоря, как-то он имеет интересную тенденцию затягиваться под всякими надуманными поводами. Вот не было ли все это роско с ними Одиссея, эти разные препятствия, которые мешали ему преодолеть несколько десятков километров, наверное, до дома, а заняло это несколько лет. Очень странно. Поэтому в интерпретации Моравия Одиссея — это еще такая семейная Одиссея, психоаналитическая Одиссея. Важно понять, почему иногда мы идем по системе шаг вперед, два шага назад. Вспомните детство, когда возвращаетесь домой с двойкой в портфеле. Вы быстро идете, целенаправленно. Я однажды, юмора ради, измерил по времени маршрут на работу и с работы. С работы оказалось в полтора раза быстрее. Ноги несут домой, нежели на работу. И поэтому тут такой есть тоже психоаналитический ключик, почему герои не возвращаются. Об этом, кстати, прямо рассказывает Александр Мендацзе, из какого случая родилась эта история. Давайте прямо процитирую. Два сначала фрагментика про то, почему герои так долго не возвращались, и о том, почему... А, вот сначала Абдрашитов. Родственник Мендацзе, наш ровесник, рассказал, как-то вернувшись с военных сборов, что после них не очень-то хотелось возвращаться по домам. Тянули с этим. И поначалу мы заговорили о том, что можно снять картину о том, как мужики, вернувшись в город, какое-то время живут в нем подпольно, тайно. Вот та самая часть, которая могла быть шире. Конечно, это была очень плодотворная стезя. Но когда Мендацзе предложил гибель в кавычках героев, стало ясно, что качество замысла, его масштаб может сильно измениться, уйти в какую-то неведомую сторону, а может и ввысь. И сценарий сборов это подтвердил. Сценарий тоже, что очень для Мендацзе не характерно, и для Абдрашитова очень сильно менялся по ходу. Вот этот уклон в мистику и в притчевость, он появился уже тогда, когда стали снимать. Ну, например, идут герои по этой Бунелевской дороге, и, как говорят специалисты, ну, по крайней мере, те, кто занимается реквизитом на съемочной площадке, у них должны быть какие-то вещи. Не могут же они просто поехать на сборы, ничего с собой не взяв, хотя бы зубную щетку. Вы заметили, что сумка легкая только у одного Никоненко. Все остальные идут просто так, без всякой поклажи. Но когда им дали в руки эти шмотки, когда они пошли с рюкзаками и сумками, получилось совсем не то. И поэтому здесь вот есть такая логика самого текста, мифа превращения, изменения метаморфоза, которая происходит в картине, которые вот такие вот именно детали подробные, какие-то бытовые, они просто мешали. И, соответственно, изменился сюжет. Чем дальше, тем больше какой-то мистики и жути. Или эпизод, когда они первый раз сбегают. Ну вот уже закончились эти самые сборы, соответственно. Их убили условной ракетой. Четверо сбегают от своих товарищей, садятся на автобус. По сценарию они приезжают точно на то же место. Такой же автовокзал, такая же вывеска, эдакий город Зеро. Какой-то странный, зацикленный, непонятный сюжет. Но здесь вроде бы дается объяснение. Мы взяли попутку и вас обогнали. Что тоже довольно неправдоподобно и странно. И поэтому тоже, как в Одиссеи, они ходят по заколдованному кругу, возвращаются ровно туда же. И логика фильма позволяет прибегнуть к объяснению более-менее понятному, как с попуткой и с другими деталями, или с оказавшимся на острове химиком-кандидатом, или тем, как там чудесно оказались вещи. Но тоже можно понять, что их перевезли все-таки на лодке. Но если в эти детали не вникать или сосредоточиться на мифической стороне, то перед вами совершенно другой сюжет. Сказочный, волшебный, интересный. Хотя он рождается из абсолютно бытового факта получения повестки. И это был первоначальный замысел Миндадзе. Об этом недорассказал. Действительно, какой-то родственник, по-моему, Миндадзе, племянник, а точнее даже не сам родственник, а его мать рассказывала, что вот, возвращаясь с этой партизанки или сборов, он на несколько дней уходил куда-то, до дно. Не спешил в родную семью возвращаться. Хотя каждый из этих персонажей, ну, более-менее, помимо Жаркова, нормальный, что говорят, как это говорится, реализованный, что ли, успешный мужчина. Вот процитирую Миндадзе. Там есть один социально неблагополучный персонаж, которого играет Жарков. Остальные устроенные люди, не говоря уже о персонаже Шакурова. Мясник — это деньги. Кто жил тогда, понимает, что такое черный ход, и мясник отрубит. Есть партийный работник, помните, значочек, которым в конце прикалывает. Персонаж Сергея Никоненко. В общем, это люди благополучные. Но они с таким наслаждением вдруг покидают свои социальные роли, стряхивают эту жизнь, как рюкзаки, которые были для них обременительны. Это фильм о глотке свободы, когда люди оказываются вне своих ролей. Я понимал, что мы снимаем об этом. Конечно, это фильм о том, как хорошо находиться вне государства. Вот вам и ключик один как раз к этой истории. Эскапизм. Каждый из них, да, жизнеустроенный. Им кажется, что жизнь благополучна. Но каждый, кто может себя хотя бы критически оценивать, понимает, что это ширма. И поэтому возвращаться туда, в родные пенаты, при том, что у каждого из них вот эта семейная история недорассказанная. Там любовница, здесь жена ушла. Этот вот пил два месяца в завязке. Мировой рекорд. И поэтому, конечно, куда возвращаться к этому разбитому корыту довольно странно. А помните, помните, как нам объяснили из телеящика? Так лучше, чем отводки от простуд, правда? Лучше там, в окопчике. И поэтому тоже вот история, которую здесь рассказывает Жарков мимохода. У меня друг отводки умер. Ну, так там интереснее, чем отводки. И поэтому, почему они бегут, от чего они бегут? То ли от семьи, то ли от быта, то ли от того, что снимается очень удачно только на пленку тасма, такую вот мутную, такую нерезкую. Вот несколько, может быть, объяснений. Каждая из них по-своему верная. Есть интересные оттенки сценария и фильма. Когда читаешь сценарий, который изначально назывался «Сборы», и смотришь фильм, и каждую сцену начинаешь анализировать, какое она играет значение, и почему так или иначе синтаксис фильма организован, и почему что-то пропущено, а что-то добавлено. Я нашел в этом фильме несколько удивительных сцен, которых нет сценария. Ну вот, возможно, они появились в результате импровизации прямо на снимочной площадке. Например, если вы обратили внимание, после экспозиции, вот эти самые шесть минут, космос, герои, повестка, следует титр «Парад планет», а дальше кадр. Люди бегут в противогазах. Я вспоминаю свою армейку. Так вот, мне это напоминает еще вот что. Может быть, вы знаете, это анекдот знаменитый про Слонников. Знает кто-нибудь? Папа и дочка беседуют. Дочка говорит, папа, ну пускай слоники побегают. Дочка, ну устали уже слоники. Ну папа, папа, хочу, чтобы слоники побегали. Дочка, ну они бегали, они уже совсем не могут. Ну папа, ну прошу тебя. Ну ладно. Ротоподъем, форма одежды номер два, противогазы. И вот это вот то самое, что происходит здесь. Никаких противогазов, сценарий нет. И они как-то вообще выглядят инородным телом, согласитесь там, эти противогазы. Дальше после них ничего не следует, объясняющего происхождение этого эпизода. Дальше рассказывается несколько другая история. Но зато одного из героев, как раз героя Жаркова, зовут Слоунов. И это очень интересный персонаж. Он, помните, проговаривает тут, как по Фрейду, вот все эти неврозы и фрустрации. Когда им надо вроде бы возвращаться домой, он говорит, так уж лучше бы убили. И лучше бы настоящей ракетой вообще. Чего уж мучиться. Что-то мы рано отвоевались, что-то там они придумали с ракетной установкой. А этому Слоунову возвращаться незачем. Он бы, правда, предпочел быть вот там вот просто потраченным, скорее всего. Пусть бы она и была бы настоящая. Вот вам самая тяжкая форма такого эскапизма. Полного бегства от реальности, от экзистенции, от самого себя. И поэтому не только жизненное благополучие, ширма, но вообще иногда все это социальное устройство, вся эта матрица социальная, это тоже самая настоящая ширма. Тут припоминаешь и другие контексты, может быть, прямо из Пушкина, пир во время чумы. Вот то, что происходит здесь, а дальше у Абдрашитова и в Армавире происходит, и в магнитных бурях, когда как будто бы ломается сама социальная реальность. Идет на дно целый корабль. Вот это, правда, такой момент, когда приходит чума, приходит какая-то жуть настоящая. И с одной стороны, это, конечно, никому не пожелаешь жить в такую эпоху. А с другой стороны, вспомните пушкинского Вальсингама, есть упоение в бою и бездны мрачные на краю. И дальше он рассказывает, как замечательно жить во времена чумы, в наши с вами времена. Поэтому этот контекст сегодня мне показался самый актуальным, чему этот фильм, кстати говоря, выбрал. Но вот он не всё объясняет происходящий контекст из повесточки. И даже мифология, которую я упоминал, тоже, конечно, не всё объясняет. В этот раз, когда я пересматривал картину, не помню уже раз в какой, мне необычайно зашли сцены в доме престарелых. Раньше я на них такое внимание не обращал. И помимо вот этого странного случая, когда женщина неизвестная называет Бермана Ивановича Федей, и он отыгрывает роль сына, обратите внимание, что и другие герои пристально вглядываются в стариков, и они тоже кого-то себе находят почему-то. Один на инвалидной коляске, другой вот какого-то усатого себе находит. То ли они самих себя видят в будущем, то ли ещё что-то такое. Ну вот какая-то мистика правда здесь происходит, а уж больше мистики, и этого тоже нет сценарии, происходит в момент Парада планет. Это совершенно феноменальная сцена под Олегро Нонтропой из Восьмой симфонии Шостаковича, который, как вы знаете, интерпретируется в музыкальной литературе как вторжение каких-то чудовищных, страшных сил, просто вереница на пасти, которые прямо из космоса приходят. А тут ещё другой контекст напрашивается, Эммануил Кант, рассуждение о том, что есть такая категория прекрасного и возвышенного. Вот возвышенное по канту это как раз столкновение всяких напастей из звёздного неба, как удар из космоса, и категорического императива, и твоего нравственного долга, и какого-то мужества, которое ты находишь в собственной душе. Столкновение одного и другого, бездна и тебя. Это вот как раз и есть декорация этой сцены. Или Ницше, помните, когда мы вглядываемся в бездну, бездна вглядывается в нас. И тут мы прямо оказываемся в космосе. Так вот, что в этой сцене особенно важно? И представьте себе, в свою очередь, её без музыки Шостаковича. Ничего бы не открылось. Вы бы не поняли всей этой космической жути, которая так вот вторгается в частную жизнь. Поэтому здесь самое главное — это музыка. Который раз, например, после «Сказки странствий» недавно я об этом говорил, я обращаю внимание на то, какой важный образ в фильме это музыкальный образ. И как он больше иногда объясняет, чем объясняют диалоги. Или закадровый текст. Поэтому целиком, если вспомнить «Восьмую симфонию», чему она посвящена, и весь этот музыкальный контекст в этом фильме услышать, при том, что, напомним, музыка инородная, неоригинальная, хотя для фильма написана великолепная музыка Ганелина. Он отдал эту музыку и уехал, эмигрировал. Поэтому её мог как угодно использовать Абдрашитов, и этой музыки было достаточно. Она прекрасна здесь тоже, как в финале, например, звучит. Но вот тут вот чужая музыка Шостаковича, всем известная, мировой известности музыка. Но она подчёркивает вот это нечто, нечто из космоса, говоря названиями голливудских фильмов. Поэтому есть контекст социально-политический, есть контекст бытовой. Вот тоже о нём рассказывает Мендадзе в процитированном отрывке. Что такое в советское время профессия, например, мясника, а что другие разные профессии, как эти ранги социальные друг с другом взаимодействуют. Помните иголочку такую, которую Никоненко протыкает пузырь чеславия мясника султана? У меня друзей, столько друзей, на день рождения их некуда посадить. А ты мясо, да? Я им дружбу, но и вырезку тоже, да? И поэтому то, как организована дружба, читай благ в советские времена и все эти социальные взаимодействия, это тоже, конечно, важный контекст фильма, показывающий, как оно вообще всё в принципе устроено и ещё от чего можно бежать. От фальши какой-то, от этого взаимного употребления. Тоже, как рассказывает персонаж Пашутина на сей раз, случайно к ним приставший, этот посторонний вроде бы субъект, что у меня никогда не было друзей, ну так вы мои друзья. Вот это вот случайное мужское братство, которое бывает и где-нибудь и на рыбалке, и в пьяном угаре, и чёрт знает как ещё. А ещё бывает и таким образом. Но поскольку другого-то ничего нет, другое-то не братство, а благ, конечно, это тоже ощущается как такой глоток свободы. Вот куда они бегут, вот что им в действительности нужно. И помимо этих контекстов есть ещё вообще совершенно непонятные контексты. Меня просто завораживает, например, сцена там у костра, когда неожиданно нас переносят внутрь самолёта, и там все пассажиры спят. И это вот просто по-бунейлевски делается просто раз и два. Кадр, следующий кадр. И все абсолютно спят, как будто бы мёртвые. На острове мёртвых, Бёклина, ещё и над этим островом летит самолёт с мертвецами, если подумать. Ну вот снова-то спросишь себя, они вообще, вот эти вот все герои, живы в финале или нет? Или в какой-то момент они начинают шутить, мы духи, нас уже нет, никак нас не зовут. А там, глядишь, правда, они вглядываются в этих стариков, и, может быть, они уже на том свете. Кстати, старики-то ещё про них недорассказал. Посмотрите, там у кого-то георгиевский крест, вот у них френчи такие с 30-х годов. Они все какие-то допотопные, то есть сейчас таких стариков вы уже нигде не найдёте, скорее всего, только в кино. Ну, конечно, конечно, тем более с георгиевским крестом походи, ну, это вообще смешно. И поэтому такие выделки совершенно не здешние старики, фантастические, но вот именно из филеневских фильмов, скорее всего. У Филения мы помним море, это целлофан, реальность, это всегда такая декорация, и вот эти вот старики тоже какие-то залётные, совершенно инопланетные, равно как и перевозчик, разумеется, это Харон, а это Стикс, по которому они плывут. И вот, переходя через Стикс, переплывая через Стикс, Пашутин замечает, что он плавать не умеет, а тем не менее доплыл. А река-то, ого, какая, посмотрите, не каждый опытный плавец доберётся. Там наяды, нимфы вместе с ними плывут. Вот, начиная как раз с города женщины, фильтра такого, который тут впервые применяется, действие, конечно, полностью как будто бы переходит в миф, хотя снова имеет при этом реальное объяснение. Но каждая вещь в этом фильме, каждый персонаж сохраняет мифологическую двойственность. Как Алексей Лосев определил в диалектике мифа, в чём принцип работы мифа, почему его нельзя путать даже с поэтическим, очень похожим описанием реальности. Как говорит Лосев, в мифе вещь остраняется, отчуждается от своего смысла. То есть, эта вещь остаётся той же самой, ковёр, но он ещё приобретает функцию летать. Он отстраняется либо от функции, либо от смысла, этот ковёр-самолёт, приобретает другую функцию. И вот здесь то же самое. Химик, да, химик, кандидат наук, лодка у него, в отпуске он, всё понятно. Но это всё равно мистика и жуть. А лицо у него, обратите внимание, вот это вот прямо Абдрашитов поставил себе как задачу, одновременно, как у Дзержинского и Христа. Тоже совершенно нереальное лицо на крупном плане. Возможно, химики такие, но я таких не видел, химиков всё равно. Поэтому Султаны спрашивают, ты где там химичишь? На базе, наверное, в жизни таких химиков поискать. А вот одновременно, чтобы он был Дзержинским и Христом, да, вот так вот определяет задачу Абдрашитов. Это очень странно. Девушки плывут за ними, но помните, Герман Иванович предупреждает, что зачем ты с нами увязался, дескать, там ничего. Там светит только такой костёр магический, фантастический. И там, наверное, вот в этот момент уже точно всякий реализм заканчивается, и действие просто переходит в сказку для взрослых. Процитирую Мендаца, как раз, который тоже проводит аналогию с аргонавтами, с мифическими сиренами. Мы стремились к многообразию, к тому, чтобы у нас в кадре были красивые женщины про переход из города женщин к реке Стикс. Хотя бы утилитарно, чтобы показать, даже такие им не нужны, даже от таких они бегут. Не хотят себя обременять обычной жизнью с женщинами. Женщины нужны, как некая категория красоты. Объяснено, что это ткацкий городок, хотя это совершенно не важно. Это сделано для того, чтобы показать, как даже от такой красоты, даже от таких танцев они сбегают, потому что им надо двигаться вперёд. Есть только движение, есть только Одиссея. Этими разными непонятными причинами вызванное. В сценарии, кстати, ещё есть несколько сцен упущенных в фильме. Например, та, что в пансион приезжает знакомый им таксист. Откуда он здесь взялся? Их увозят в такси. Ну, или там идёт танковая колонна, здесь она несколько в другой сцене присутствует, но тоже вот прямо рядом с пансионом, казалось бы, ей абсолютно нечего делать. А возьмите предпоследний кадр, когда они просыпаются, огромный шестиметровый примерно сток сена. Как они туда попали после этого самого сеанса встречи со звёздным небом космической бездны? Ну, тут уже трудно ответить, найти рациональное объяснение, как для всех предыдущих эпизодов. Ну, и потом они идут через лес, потом они выходят на поляну, и тут снова двойственность. Эти три дома выглядят как эффект фатоморганы. Когда ракурс нижний, и мы видим со стороны героев, откуда они здесь делись, совершенно невозможно. Потом камера берёт верхний ракурс, и понятно, что это просто окраина, но нормального города, к которому можно вернуться. Ну, вот до того момент, такая музыка немножко как бы имитирующая, кукование, сколько нам осталось жить, нагоняет непонятного страха и непонимания в этой сцене. Потом возвращение в город, потом обмен финальными паролями. Они немножко перед тем, как разорвать дружеский круг, мнутся. Первое это делает Шакуров, они ещё связаны каким-то кольцом, он хлопает по плечу и убегает на троллейбусе. То есть, что-то такое сохраняется, что они пытаются продлить, но ненадолго. И потом всё это волшебство заканчивается, и каждый из них туда, в родной или неродной город, к родной или неродной семье. Но самое интересное до того момента, это ощущение границы миров. У меня в этом фильме несколько сцен самых любимых, но вот в этот раз опять же огромное впечатление произвела музыкальная встреча с Шостаковичем под звёздное небо. А ещё вот тот момент, когда они выходят оттуда, из леса, видят эти три дома, и здесь маленькая группа, семь человек, думает, куда им пойти, в какую сторону. Вернуться туда, в царство мифа, в нереальность, остаться духами или вернуться к родным баранам, что ли, к родным декорациям реальности. Вот как, кстати, в сценарии этот последний кусочек, я процитирую, выглядит. Разбрелись быстро, растворились вокзальные толчие. Герман Костин уже пересёк площадь, когда издалека послышалось «Карабин!» Ещё раз «Карабин!» Чей-то голос отозвался с другого конца площади «Кустанай!» Герман оглянулся, помахал рукой и пошёл своей дорогой. Вообще этот вот пароль «Карабин! Кустанай!» Знаете, для фанатов Абдрашитова имендация. Когда встретишься где-нибудь через площадь, через пространство, если на слово «Карабин!» услышишь «Кустанай!» Человек в теме. Он смотрел хотя бы «Парад планет!» Ну и к другим фильмам. Это тоже такая подсказочка, ключик, пароль, к «Кармавиру», к перекличке на колесе обозрения и к другим картинам. Поэтому оцените теперь, вот всю эту конструкцию закругляю, как выглядит мир Абдрашитова. Он такой реальный, понятно, узнаваемый. Там часто, например, как в фильме «Охота на лис» полфильма буквально тюремные застенки, просто обшарпанные стены, там перои в колонию приезжает. И всё, и дом-то у него такой же. Ну, коврики разве что висят, и хрустальчик срывается. Глаза, в общем, не разгуляться. И вся социальная реальность такая стёртая. И тем не менее, за этим, как показывает парад планет, за этой ширмой есть что-то иное, куда каждый ещё живой человек, ещё интеллектуально-эмоционально-живой человек стремится. И там, может быть, тоже нет ничего хорошего. Там, может быть, их ожидает смерть, может быть, какая-то, как в сказке, направо, налево пойдёшь, одна, другая, другая смерть, какую выберешь, или просто неизвестность. Но вот тут можно всё-таки понять эту логику Жаркова. А что дома? А что у него на работе, например? А что с его, как, помните, Федулой из Афони? А что с его друзьями? Вот такой Федул, правда, как будто бы. Ещё одна перекличка, которую чуть не упустил. Это, скажем, с Данелией, потому что у Данели есть очень интересная связь космоса и такой же повседневной реальности. У Данели, если ты зашёл в гастроном, это может закончиться путешествием на плюк. Ты идёшь за макаронами, а потом через минуту оказываешься на плюке. Или, как минимум, ты оказываешься в отрезвителе. Ну, по крайней мере, из гастронома всегда есть несколько альтернативных путей. Помните многие его фильмы, где вот та же самая Марусенька поётся, а потом бац, следующий кадр монтажный и неузнаваемое место. Вот это вот волшебство Данелиевское, оно в фильме Афония, когда я пересматривал, писал к нему комментарии, оно даже визуально подчёркнуто. Там вывеска гастроном срезана кадром и остаётся только астроном. Аналогично и здесь. Астроном Костин, гастроном, в котором работает султан, и встреча миров через мясной отдел, выход через сувенирную лавку. Вот как-то так это работает. Поэтому повседневность повседневностью, но где-то за её гранью, через музыку, через волшебство, через повесточку даже вот такую, через случайную встречу друзей, через призывный свист, который собирает эту весёлую компанию, где-то там совершенно другая реальность, непостижимая. То, что и называется мифом, или сказкой, или силой искусства. Поэтому не судите фильма Абдрашитова только вот по таким условно-криминальным сюжетам, по повседневному, социалистическому, даже как будто бы кинематографическому реализму. А всегда надо, даже когда этого нет в фильме, чувствовать, что тем не менее иная реальность присутствует. Её хотя бы музыка обещает. Волшебная музыка Артемьева, которая в других фильмах звучит, и здесь волшебная музыка Ганелина и Шестаковича, и Шуберта ещё, кстати говоря. Поэтому всё это вот открывает какие-то чакры у зрителей этого фильма. Ну вот получается, что я как будто признался в любви к этой картине. Она правда у меня самая, в творчестве Абдрашитова, важная, интересная. И сколько раз её пересматриваю, столько раз она меня торкает с неожиданной стороны. Вот раньше я смотрел немножко скучая этот диалог псевдофедия Германа Ивановича с матерью, а сейчас его смотрел не отрываясь. Это вот такая, знаете, тоже сила. Она когда спрашивает, а ты вообще кто? Ты добрый человек? И он не знает, что ответить. И какая тут игра мыслей и эмоций на его лице в этот момент. И сам эффект этот, когда мы в другом неожиданно что-то такое узнаём. Я однажды для себя сформулировал, что все наши родственники, но что называется по крови, это случайные люди. Мы у них родились случайно, они нас родили случайно. Друзья другое дело, мы их ещё способны выбирать, как-то отвечать за них. Но родственники – это вот просто игра природы. Поэтому иногда это икрасно и более возмутительно, родственники – самые чужие люди. Меньше всего тебя понимающие, менее всего тебя любящие. Тогда как другие люди могут быть твоими духовными родственниками. Поэтому, когда он узнаёт в этой женщине, уже как бы не играя, даже по-настоящему говоря, с чувством «мама, мать», этот момент очень сильно не подействовал. Вот «надо» не скажу, слово «плохое», но потеряв близких, ты понимаешь смысл этого эпизода. Только тогда, когда ты начинаешь с дистанции это оценивать, это происходящее с героем. Поэтому фильм требует ещё и какой-то жизненной мудрости, погружения в свою собственную биографию. так, чтобы пережить что-то такое, чтобы у тебя было что-то за плечами, чтобы понять, от чего эти герои бегут, что им нужно, чего им реальность социальная не даёт.